Воскресенье 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 Мы жили в Ленинграде. Жили на Васильевском острове. Это моя родная деревня. И стояла моя семья из моих родителей, Нежданов Константин Александрович, мой папа. Он был артистом, драматическим и оперным певцом. Ну и мама Нежданова Золота Александровна, она работала научным сотрудником в физиологическом институте имени Павлова. Начинала она ассистенткой Ивана Петровича Павлова, а потом продолжила его программу с его собаками. И это все, естественно, было до войны. До войны родились мы с моим братом. Начало войны мне было три года и три месяца. А обратно полтора года младше. Ходила я в детский сад, тогда еще в Ясли. Ну и все, что я могу вспомнить, это несколько выездов на дачу мне запомнилось с родителями, к друзьям. И поэтому мирное время, мирное время для меня олицетворялось, во-первых, открыткой, вот когда была война, это я уже была более сознательным человеком, открыткой, на которой была изображена цветущая яблоневая ветка, голубое небо, солнце, вот такая открытка, это было мирное время. И то, что мне осталось в памяти от поездок за город тоже. Трава, курочки, цветы, кустарники, леса, вот прекрасно. Во время войны, когда началась война, нам пришлось перебраться в соседний дом, поскольку в крышу этого дома, углового дома четвертой линии Большого проспекта, попал снаряд. И нам дали новое возможность поселиться в соседнем доме. Но это было все рядом. Следующий дом после того, в котором мы поселились, был изумительно красивый особняк старинный, в котором перед войной располагался дом пионеров. Так что, вокруг было все очень интересно. Ну вот, война, мне начало войны не запомнилось. Ну, что такое, три года и три месяца. Конечно, родители не продемонстрировали нам никаких специальных знаков, что началась война. Я уверена, что все надеялись, что это будет недолго. Я помню, что всегда надеялись, что недолго будет. И когда даже началась блокада, все равно была вера, что это будет недолго, что все-таки это скоро закончится. Мои родители вначале запутались тем, эвакуироваться или нет. Мама не могла оставить... Ну, такое у нее было отношение к институту. Она не могла оставить институт, если эвакуироваться только вместе с физиологическим институтом. Если оставаться, значит оставаться. Все-таки детей было решено Ленгу Располкому все-таки всех детей отправить. И вот совсем в последний состав, который был только для детей оснащен, нас отправили. Дали мешки. Написано было имя, фамилия, с одеждой. Мой брат попал в вагон с детьми ясельного возраста. А я попала в другой вагон с детьми десадовского возраста. И вдруг по радио родители слышат, что этот состав целенаправленно на бреющем полете немцы разбомбили. И что очень много детей погибло. родители помчались в ужасе искать, что где, что осталось, кто осталось, а в каком состоянии. И к своему счастью они увидели, что и один, второй ребенок не пострадали. То есть не остались живы. И они так в этот момент... это они мне сами рассказывали. Они были напуганы, они решили, будем всегда теперь вместе. Или вместе погибнем, или вместе выживем. А это было летом еще, да, 41-го года? Это было в конце лета перед тем, как замкнулось кольцо блокады. в конце лета. Так что мы остались на всю войну, на всю блокаду до конца. Блокада началась, когда мне уже было три с половиной года. Я тоже это не заметила. Самые страшные воспоминания, и самое первое, это то, что светлый день кончился, и началась одна сплошная ночь. Ну, конечно, это уже была зима, и окна были зашторены черными бумажными шторами плотно. Следили специально, чтобы ни в какую щелочку не проникал свет. Это было уже очень холодно, и в доме использовалась только одна комната в квартире. Стояла голландская печка, из которой, как у большинства людей, труба была выведена в ту трубу, которая была от местного камина, который когда-то там существовал. Это был и обогрев, и это была возможность что-то приготовить, что-то съесть или выпить. Было очень в первую зиму очень тяжело, очень страшно, очень темно, очень холодно-голодно, и поэтому, конечно, я запомнила, что у меня мало было нормального такого здравого состояния. В основном, у меня мучили галлюцинации. Например, мне иногда снилось, что... Дело в том, что двери не закрывались, и соседи друг друга проверяли, жив или не жив, нужна ли помощь. И поэтому приходили, постучат в дверь, и в сапогах топают, топают, топают. А мне это было страшно. Мне казалось, что это идёт крокодил с татошей и кокошей, огромной. И я старалась вдавиться в эту кровать, в эту постель, так, чтобы провалиться аж до пола, и превратиться в тоненький листочек. Так я боялась этого крокодила. И вот ещё впечатление. Это я лежу в кровати, укутанная небольшим количеством разных тёплых вещей каких-то. И мне очень тяжело. Я не в состоянии повернуться. Хочется повернуться, но никак. Нет сил. Смотрю вперёд, и наверху на камине из Ростовой такие фигурки, они как бы кривляются. У меня как бы были всё время такие видения странные. Кривляются, смеются надо мной и дразнят. И вот однажды, среди вот такого долгого лежания изо дня в день, я вдруг слышу тихий шёпот. Всё-таки я повернула голову и увидела, что моя мама разговаривает с сотрудницей своей, которая пришла из физиологического института. У неё на коленях был кролик. Они спорили о том, кому съесть этого кролика. Сотрудница говорила, я не в состоянии его убить и съесть, но он всё равно погибнет, потому что зима и нечем кормить. У вас дети, вы должны взять этого кролика. И они спорили. И каждый считал, что не он должен здесь этот дар. Потому что этот дар наверное спас нас тогда. А потом у нас долго висела в рамочке шкурка этого кролика. Эта сотрудница, у меня фотография её хранится, конечно, не пережила войну, не пережила плакат. Таких людей встречалось немало. Вы знаете, на самом деле было много таких моментов, много-немного, но они были. И они запомнились. Люди помогали друг другу в самый трудный момент. Делились тем, чем они могут. Один из них, например, это, наверное, я не могу очень точно помнить, но мне так запомнилось, что это было лето 43-го года. Пришёл однажды один для меня малоизвестный человек. Это был человек в военной форме. Как потом я узнала, этот человек был знаком с моими родителями до войны. это их знакомый был. Пришёл, снял себе рюкзак, это то, что я видела, и положил огромный, мне так казалось, рюкзак на рояль. И стал вытаскивать оттуда консервы и хлеб. И вот ещё раз была помощь доброго человека, которая, может быть, вот такими отдельными моментами, конечно, поддерживалась, это было очень существенно, поддерживалась жизнь нашей семьи. 41-42 год, мы не вставали. Вот зимой. Иногда вставали, но не ходили, не играли, не гуляли. Почему? Ужасный холод. Дистрофия. Сил вертикально стоять нету. Лежали. Сидели. Нас кормили, поили. Ну, если нам было вот три года, три... Ну, мне потом четыре года исполнилось, это уже был 42-й год. Немножко позже, когда стала старше, нас вот отправляли уже утром, отправляли в детский сад, он находился в соседней парадной. Буквально надо было пройти только два-три метра, и оказывалось в парадной, где на каком-то этаже, я не помню, на каком был этот детский сад. Там, я помню, мы садились завтракать. Никаких игр я не помню. Что мы делали, я не знаю. Я помню, что меня один раз наказали, но что-то я такое нехорошее напроказничала. Меня поставили в угол, воспитательницу звали Валентина Макаровна. Она мне сказала, встань в угол, хэнде хох. Она мне так сказала. Я подняла руки, а угол был между стеной и пианино. Руки не держались, так трудно вверх держать. Руки долго. Руки падают, а она зыщенно кричала, хэнде хох. Вот это я тоже помню. Был другой случай. Тоже не очень приятно, связанный с детским садом. Мы садились за стол. Был маленький стол, поменьше, и ниже, и меньше этого. Нам необходимо было сидеть вот таким образом. Вот палец положить так, а кулак и все остальное под стол. И все должны были так сидеть. Наверное, для того, чтобы не могли схватить хлеб раньше времени. У нас сидело четыре человека. Две девочки и напротив мальчик Лёни. Обычно нам чаще всего давали чечевичную кашу. Он ее брал чечевиченки в рот, облизывал и потом в грязную тряпочку завертывал, значит, с чечевиченки. Я как-то его спрашиваю, «Зачем ты так делаешь? Ты же кушать хочешь?» А он говорит, «Вечером я приду домой, а тетя мне не дает кушать. И я вот это буду на ужин кушать». Вот такая была тетя. И такой был мальчик, который хотел выжить. Однажды он, видимо, был очень голодный. И взял кусочек... А может, не брал? Я не заметила. Вдруг подлетает воспитательница вместе с директрисой. Директриса у нас была полная. А воспитательница худенькая. Но они набросились на Лене и стали кричать, «Ты взял кусок хлеба, ты взял кусок...» «Нет, я не брал, я не брал». Они стали ему открывать рот, как будто это Самсон открывает рот льву в Петергофе. И он плакал и кричал, «Я не брал хлеб, я не брал». Жестоко. Ну вот с детским садом, может, еще воспоминания о пожаре. Да, возник пожар в комнате, где стояли шкафчики, где оставляют одежды. Пришли родители. Это как раз был конец рабочего дня. Родители стояли со стороны лестницы и не могли войти, горело. А дети стояли в дверях за этим огнем, в дверях и орали. А дети орали с этой стороны, родители кричали с этой стороны, чтобы как-то своих детей добыть через этот огонь. А потом у меня как будто бы затмило. Я ничего не помню. Вот помню эту картину. Огонь, такой мощный огонь горит. Горят эти шкафчики с одеждой. Там родители кричат. А потом я больше ничего не запомнила. Но картина эта стояла у меня всегда в глазах. Бесконечные воздушные тревоги. Метроном. Радио, которое мы всегда слушали. И с какого-то времени стали работать дети. Они работали нерегулярно. Чаще всего мы проводили время, в 1941, 1942 и даже 1943 год, бомбоубежища. Бывало, что не выходили оттуда по несколько дней. Там стояли детские кроватки. И дети просто слабые. И потом просто там негде бегать и ходить. Кроватки плотно стояли друг к другу. И мы там находились. Был синий свет включён. Так что мы не играли ни в какие игрушки. И ничем не занимались. Но дальше стало как-то спокойнее, лучше. Всё равно бомбежки продолжались. Но мы старше стали. И я уже ходила в более старшую группу. И нас там кормили уже значительно лучше. Нам давали кашу из чечевицы. Ну, я особенных игр не помню. Я не помню никогда никаких праздников в те времена. Но слава Богу, что мы могли всё-таки уже выходить гулять на горку. Там скверка у нас. Все знают, кто там живут. Там скверы и горка. Но отдельные страшные случаи тоже бывали. Как-то во время воздушной тревоги я тоже не оказалась в бомбоубежище. Осталась одна посреди 4-5 линии. И это было очень страшно. Горхотало всё. Всё падало. Падали снаряды. Рушились... Не все подряд дома, но рушились дома. Я смотрела вперёд на Неву. А напротив были вот эти дома, которые были раскрашены местами разными красками. Для того, чтобы производить впечатление развалин. И вдруг я вижу, летит самолёт. И за ним дымится чёрный хвост. А потом увидела, что оттуда выпрыгнул лётчик. Ну, и где-то так далеко за него, видимо, приземлился. Я потом рассказывала эту историю, что я её видела. Я стояла и запоминала. Запомнилась. Но мне говорят, не может быть, не может быть, чтобы такое было. Ну, вот я это помню. Вот как сейчас. Это немецкий самолёт? Не могла определить тогда. Не могла определить. Я просто помню, что сначала летела, потом задымился хвост, потом отсоединился. Фигура человеческая. И стала опускаться. И самолёт упал где-то вдалеке, за домами. Да. Вот эти бомбёжки, эти бесконечно разваливающиеся дома, разрушающиеся, они очень долго преследовали меня во сне. Во снах. Во многих. Много лет. Вот пока я училась в младших классах, школы до средних, я часто не могла спать, потому что я просыпалась от бесконечных этих сцен, бомбёжек, разрушений. И только уже в поздние годы другие сны вытеснили меня, вот эти ужасы. Но они вот действительно долго преследовали. Время шло, мы взрослели с братом. А брат был в веслях. С ним произошёл интересный случай. Это уже была весна 1942 года. Он до войны уже мог ходить, ходил. Всё нормально, здоровенький, маленький. Мальчик был, но подвижный. Но во время войны он перестал ходить. И его выносили на улицу погулять. Вот вместе с другими детками выводили, а его выносили на руках и сажали на стульчик. Напротив их яслей на четвёртой линии был разрушен дом. Вот в этих развалинах и дети гуляли, и мой брат сидел в этом стульчике. Однажды неожиданно началась воздушная тревога. И родителей не было. Воспитатели похватали детей и повели скорее в бомбобешище. Ну, видимо, подумали, что всех прихватили. Потом обнаружили, что Саши нет. Это мой брат, Саша. Ну, очень расстроились, перепугались. И когда закончилась воздушная тревога, они побежали в эти развалины поискать на стульчике маленького мальчика. Но стульчик был пуст. Они в ужасе вернулись в ясли. Поднялись... Я не помню, на каком-то этаже это надо было подняться. И увидели, что он сидит около двери. То есть вот эта воздушная тревога его так напугала, что он со страху вернулся в возможность ходить. И он не только зашел в парадную, но он еще поднялся на тот этаж, который следовало, и уселся у входной двери в ясли. Вот такое тоже интересное воспоминание. Наши родители были еще в отрядах МПВО параллельно. Потому что всем надо было дежурить на крыше, сбрасывать бомбы и тушить зажигательные бомбы в песке. Кроме того, родители дежурили на улице. Мои родители ходили с противогазом, и как члены группы МПВО выполняли все необходимые задания. Кроме того, когда приходили вагоны, например, с бревнами, моя мама тоже ходила на разгрузку бревен. Мой папа был существенно старше, и он перед войной перенес инсульт, как раз лежал в больнице имени Куйбышева. Но, слава Богу, во время войны он продержался всю войну. Была дистрофия, было тяжелое состояние, но он всю войну поддерживал семью как только мог. Я говорила, что рядом с нашим домом был особняк, где располагался дом пионеров Василиостровского района. Сотрудники и даже дети, такие взрослые дети, подростки и взрослые люди организовали такую бригаду артистическую, которая активно выступала в госпиталях, на кораблях Балтийского флота, на передовой, в окопах. Иногда, бывало, когда это было возможно, их кормили, например, на кораблях. Все артисты ходили с такими судочками, это такие кастрюльки маленькие, одна, другая меньше, которая насаживалась на ручку. И они кушали только то, что жидкое, и они не могли донести. А если что-то твердое давали, то они несли своим семьям. То есть умели себя сдержать, все были голодные. Но мой папа всегда приносил то, что можно было донести до своей семьи. Я думаю, что мы выжили благодаря, в общем, самоотверженности, стойкости моих родителей. Потому что можно было растеряться, раскваситься. Нет, они не были атлантами, они были обычными людьми. Но они были для меня образцом силы и стойкости. Мой папа ходил вместе с другими людьми на разборку разрушенных домов. В то время еще было много деревянных домов на Васильевском острове. И они разрушали эти дома. Не разрушали, а разбирали, вот слово правильное. Разбирали дома и каждый, сколько мог, нес с собой. Но папа, как я вспоминаю, у него была дистрофедика. Поэтому он мог взять очень мало. И он нес на руках вот эту вот так. Еле-еле переставляя ноги, еле-еле двигаясь. Но, тем не менее, тащил и переносил. Ну, я знаю, что все, у кого не было возможности другим способом обогреться, топили мебелью. Наверное, мои родители тоже. Квартира была из трех комнат. И я не знаю, что творилось в других комнатах. Там были разбиты окна. Наверное, оттуда мебель вся шла на обогрев. Наверное, я не помню этого. Ну, а вот в той комнате, в которой мы все вместе были, она была самая теплая, потому что там было одно узкое окно во двор. И оно не очень продувалось. Но вот так обогревались, если иметь в виду зиму. Потом стали дрова привозить. Я вот говорила, что привозили бревна. Уже в последующие годы. Ну, 1943-1944. И мама ходила на разрушку. И там можно было купить эти бревна. Их привозили и сбрасывали у дома. В этих домах, которые на Васильевском острове, и они же построены были еще в Петровские времена, были в подвалах, большие подвалы. И вот эти подвалы были поделены на клетки, так называлось, клетки, металлическими решетками. И вот каждая клетка, это люди имели возможность в каждую клетку класть свои дрова. Ну, что хотели, но люди клали дрова. Там стояли козлы. И люди пилили там и кололи, и потом поднимали себе на этажи. Я помню только уже, наверное, это был 45-й год или 44-й, 45-й. Мама уже лежала в больнице, тяжело больная. И папе не с кем было пилить дрова. Я была старшая. И мы с ним вместе пилили. Он, наверное, очень со мной мучился, что я не могла красиво и правильно пилить двуручной пилой. Но все равно выхода не было. Вот мы с ним пилили дрова, потом он колол. И мы поднимали с ним на спине, на вязанке, и поднимали на свой третий этаж. Ну, вот так обогревались. Кроме того, меня посылали на вторую линию в лавку. Керосиновая лавка называлась. Керосиновая лавка. Там можно было купить керосин и торфяные брикеты. Так что вот и это тоже нам... Была возможность этим обогреваться. Мне очень неприятно говорить о том, что люди вынуждены были книги сжечь, мебель сжечь, творения рук и душ людей. В этом время это ужасно. Помню, был праздник. Наверное, это было полное снятие блокады. Нам объявили, что праздник. И нам дали на завтрак четвертинку хлеба. Но в этот раз он для праздника был намазан прогорклым топленым маслом. И мне было безумно обидно. Тоненькие кусочки нам давали. Каждый раз, когда давали кусочек вот такой, я смотрела в окно в дырочки и любовалась. Просто было интересно смотреть в дырочки в этот хлеб. Но тут он был с плохим запахом. И я после этого на всю жизнь возненавидела топленое масло. Потому что не съесть это нельзя было. Мы же были все, так сказать, все время голодные. Ну вот, так что и остался такой след. Ненависть к топленому маслу. Жалко было хороший хлеб.